А в этом выпуске расскажу о том, как мы искали и нашли себе новую квартиру, насколько тяжело переезжать и как можно улучшить условия за меньшие деньги. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться и приятного просмотра! Ребят, мы уже почти полгода в Аргентине и настал момент нам решать что-то с квартирой, либо продлять ее, либо не продлять. Так вот мы выбрали не продлять, потому что из наших панорамных окон очень сильно дуют, там они плохо отрегулированы и даже когда на улице плюс 15 я сплю, такое ощущение, что мне кто-то в лицо вот так дует. Мне очень приятно, а учитывая, что у нас маленький ребенок, который сейчас вот-вот поползет, пол будет очень холодный, отопления нет, только кондиционер. Короче, надо искать другой вариант, где будет все-таки нам теплее. И уже не обязательно так близко к центру, можно чуть подальше в нормальном районе и подешевле. Вот такой запрос. Поэтому сейчас мы в первую очередь смотрим предложения наших партнеров для самих же себя. Ну и параллельно будем смотреть другие варианты. Вот, пришли посмотреть квартиру в каком-то хорошем доме. Она стоит дешевле немного, но мы прожмем, наверное, попытаемся. Но сперва посмотрим. Ребят, давайте расскажу новости, какие у нас есть за последнее время. Тея растет очень быстро, поэтому мы недавно продали кокон, в котором она лежала, и продали ее кроватку. Теперь надо искать кроватку больше, потому что та была 80 сантиметров, а Тея уже около 70. Ну и ей, честно говоря, тесновато. Вот, поэтому мы идем за кроваткой. Даша нашла ее на барахолке. Очень такой действенный инструмент, на самом деле. Вот, и Даша его хорошо освоила. Поэтому мы сейчас покупаем и продаем все на барахолке. Вот, идем мы за кроваткой пешочком. Это по соседней с нами улице. Надо пройти что-то типа 2,5 километра вглубь города. Тут прекрасные районы, очень хорошая атмосфера. Мы будем жить примерно там же, на этой же, по-моему, улице. Вот, просто не дальше, а вот прям параллельно, так скажем. Тут нам навстречу шел мужчина, прогуливался с собакой. Вот такой взрослый, прямо такой дедуля, давайте так назовем. Дедуля с собачкой прогуливался и курил сигару. Представляете, как эффектно это выглядит. Ну, в общем, Аргентина очень такая колоритная страна. Очень душевная, очень красивая. Вот, поэтому сегодня специально я прям настоял на том, что мы шли пешком. Давно я не выходил из дома. Два дня, три мы... Ну, я был дома, не гулял. Занимался в основном работой и учебой. Вот, я сейчас заканчиваю курс по базам данных. Постгре, SQL, кто знает. Вот, в общем, буду шарить за базы данных, за обработку. Вот, это мне нужно для моей текущей деятельности, для маркетинга, чтобы всякие интересные нововведения запускать в бизнес. Кстати, насчет бизнеса. Агентство недвижимости наше все по-прежнему работает. Я запустил там 3D-туры. То есть можно выбрать квартиру удаленно. Квартиры, которые мы смотрим, где бываю лично. Не все, но некоторые. Фотографирую и делаю 3D-тур. То есть можно зайти на сайт, прям нажать play и прогуляться по своей будущей квартире. По-моему, это шикарный инструмент. Особенно для тех, кто, например, выбирает себе квартиру, находясь еще, например, в России. Поэтому заходите на сайт, пользуйтесь, это очень удобно. Ребята, кажется, я нашел свою любимую улицу в городе. Надо запомнить название обязательно. Вы посмотрите, как это, черт возьми, красиво. Все-таки насколько со вкусом сделано все в Буэнос-Айресе. Это просто потрясающе. А какая здесь природа. А какие здесь деревья. Фантастика. Ну, это реально очень красиво. Я вам сейчас скажу, как называется улица на карте. Очень красиво. Все, я влюблен. Это теперь реально моя любимая улица. Просто потрясающе. Фу, таксисту я чуть-чуть доплатил. Он мне помог затащить. Все. Теперь я думаю, что из лифта в квартиру, но я как-нибудь волоком. Ну, конечно, одному это было бы тяжело. Я Коле позвонил, думал, Коля сможет, ну, приехать. Но оперативно не получилось, у него ничего страшного. Вот, по крайней мере, намерения были. Уже спасибо за намерения. Вот. Но таксист сказал, да без проблем, все сделаю. На самом деле, тут не так тяжело, просто неудобно громадные эти коробки. Ну что, сейчас буду собирать. Ну, в общем, кровать получилась довольно большая. Собирается она очень просто. Тут надо было просто четыре болта вставить. И еще четыре уголка, на которые кладется вот эта, ну, полка сама. Полка по высоте можно регулировать. Вот. Мы сделали так, чтобы было не очень глубоко, пока ригант не встает. Пускай лежит поближе к выходу. А то слишком сильно наклоняться надо будет. А невысокой даче это будет крайне сложно. Ну, вот. Короче, кровать получилась, ну, прям, честно сказать, прям большая. Вот. 120 на 60. Я вот с собой мультитул такой привез. Еще из России. Он со мной путешествует. Чтобы везде можно было что-то подкрутить, подсобрать. Вот. Короче, штука очень удобная. С разными рассадками. Вот. В общем, кровать классная. Единственное, что, конечно, мне ее разбирать придется через неделю. Перевозить и собирать заново. Ну, я думаю, что теперь я это сделал еще быстрее. А ну, как бы и так было несложно. Теперь будем еще быстрее, потому что знаем как. Вот. Матрас там тоже есть. В общем, вот такая обновка у дочери. Буэнос диас, чикос. Мы переезжаем. Мы нашли квартиру. Хорошую. Которая нас полностью устраивает. Поэтому сегодня в два захода, надеюсь, мы переедем. Сейчас мы едем получать ключи от квартиры. Сразу с четырьмя чемоданами. Потом вернемся с этими чемоданами назад сюда. И соберем в них все остальное и перевезем туда. В общем, вот. Немножко даже грустно прощаться с этой квартирой. Мы так-то привыкли к ней. И она уже, ну, по сути, наш дом. А также мне, конечно, очень нравится балкон и вид с балкона. Мне очень полюбилось тут сидеть вечерами. Жарить мясо. Завтракать с Дашулей. И смотреть на самолетики, которые вот там садятся. Но в новой квартире будет совсем по-другому. Но ничуть не хуже. Сами все увидите. Ну что, мы подписали договор. Отдали деньги. Получили ключи. И квартиру. Это наша квартира как минимум на три месяца. Если понравится, наверное, будет ей. Ну, продолжим, продлим. Вот. Но уже точно мы здесь до зимы. Вот. Квартира. Давайте покажу. Пока мы еще тут не сильно захламили ее. Вот вход. Это большая студия. Ну, точнее, это кухня-гостиная. Так ее назовем. С обеденным столом. Телевизором, креслом и балконом. Балкон. Так как это первый этаж. Здесь первый этаж считается, как, ну, в России второй. То есть на первый этаж мы поднялись на лифте. С нулевого. Вот. Здесь решетки на окнах. Это ради безопасности, видимо. Вот. И дальше. Дальше у нас здесь кухня с большим новым холодильником. Единственное, тут нет пока микроволновки, но хозяин уже, видимо, в курсе. Мы попросили, в общем, его докупить. Потому что микроволновка, черт возьми, это удобно и современно. Здесь ванная комната с большим зеркалом. Душевое пространство. Тут унитаз и, конечно же, биде. Очень нужная вещь в Аргентине. Они, если даже вообще нет места, то где-нибудь найдут, где поставить биде. А здесь комната. Спальня. Вот тут мы уже раскладываем вещи. Вон Дашуля тут уже вовсю. Вот. Такой тут декор. Светлая комната. С дальшими окнами, но не с панорамами, как мы и хотели. Тэйчка тут выжидает, пока мы все сделаем. И спит себе тихонечко. Дашуль, что, как квартира? Не знаю пока. Пока кажется, что спальня точно меньше, чем... И шкаф меньше, чем у них был. Ну да. Вот. Но у этой квартиры есть еще несколько очень больших плюсов. Например, напротив балкона, рядом с дверью, вот такая дверь. Мы можем туда выйти и попадаем в маленький дворик, наш личный. А вот это предыдущие жильцы оставили мне гриль за небольшую плату. Поэтому теперь мы будем жарить стейки на углях. Вот. Можно выйти, посмотреть на небо. В общем, небольшое, но персональное пространство. Это очень приятно. Смывальничек. Правда, очень интересно, зачем вот так? Кто такой умный сделал? Вообще вопрос. А вот. Но и это еще не все. Есть еще одна очень приятная штука. Поднялись на самый верхний этаж. Здесь это выглядит вот так. И... И вот тут прачивная. У нас нету в квартире стиральной машины. Но зато две есть наверху. Вот. Большие. Здесь, да, стоят сушилки. В общем, это такое общественное пространство. Ребята, которые здесь жили, сказали, что стиральные машины, они всегда свободны. То есть попасть так, чтобы все две были... Работали и были заняты, практически невозможно. Так, ну и еще тут идет лесенка наверх. Поднимаемся. Поднимаемся и... И видим вот такой бассейн. Бассейн на самом верху, на крыше. Кайф. Ну, кайф. У нас теперь квартира с Парижей, с грильзоной и с бассейном. Шикардос. Ребят, я хотел тут полетать на дроне и показать вам, как это все выглядит. Но есть одно но. Тут есть охранник. И реально, смотрите, я чуть-чуть взлетаю. Этот охранник летит сюда. И начинает прямо охотиться. Я сразу приземляюсь. И вроде он летает, но мониторит. Смотрите, давайте покажу, как вы... Вон, летит, летит. Короче, это, видимо, его территория. Мне тут вообще не полетать будет. Капец. Одни охранники вокруг. Ну, там просто здоровая такая птица. Он реально утащит коптер. Ну, если не утащит, то, по крайней мере, я могу поранить эту птицу. Короче, видимо, полетаем попозже, либо в другом месте. Вот такая ситуация нелепая. Сэ ля ви. Короче, в целом, норм. Есть свои минусы, конечно. Это прачечная. То, что нет стиральной машинки в квартире. Но есть и свои плюсы. Это личный двор и бассейн. По крайней мере, сейчас основные впечатления портят только то, что в квартире грязно. Поэтому мы сегодня перевезем все вещи. Но, наверное, останемся ночевать в той квартире. Мы ее сдаем завтра. А сюда пригласим уборщицу. Стоят ее услуги 15 долларов за 4 часа. Я думаю, что за 4 часа она приберет всю нашу квартиру. И мы заедем уже в чистую, приятную, свежую, вкусно пахнущую. И впечатления будут совершенно другие. Вот такой план. Так, господа, ну, 3 чемодана вещей мы уже увезли на новую квартиру. Осталось, вроде бы, совсем чуть-чуть, казалось бы. Учитывая, что мы сюда приехали с 5 чемоданами и 2 рюкзаками. Но выглядит это вот так. Это качалка, качель, ванночка, ТН-кровать. Тут еще какие-то там матрасики. Тут чемоданы, чемоданы, люлька. Тут еще 3 чемодана. Я, честно говоря, в ужасе. И не понимаю, откуда у нас столько вещей. Когда мы успели обзавестись таким количеством вещей в Аргентине. Вот. Сейчас довольно интересно будет, как я все это потащу. Получилось так, что... Помочь мне в этом некому. Я буду умудряться один таскать это все. Вот. Сейчас буду заказывать грузовичок какой-нибудь небольшой. Чтобы все это туда запихнуть. Разом. И доехать. Ехать 2 километра примерно. Кстати, решили, что сегодня будем ночевать здесь, в нашей старой квартире. Так сказать, напоследочек. Но перед этим вещи отвезем. А завтра днем приедет сюда уже представитель управляющей компании. Ну, агент. И отдадим ключи завтра днем. Поэтому сегодня есть возможность еще поночевать здесь. Пока там не прибрано. Ну что, в приложении InDrive я заказал машину. Грузовичок. Приложение интересное. Можно выбрать тип машины. Откуда куда указать. А дальше предложить свою цену. И либо водитель согласится. Либо предложит какую-то свою. В общем, за 8000 песо. То есть за 800 рублей. Приехал грузовичок, в который мы загрузили вообще все. Просто я считаю шикарно. И тем более парень. Водитель еще и помог мне это все загрузить и выгрузить. Шикардос. Все. Таская вещи в новую квартиру. Где-то еще Даша едет в такси. Не влезли мы все в грузовик. Ну, в общем, вот так вот это все выглядит. Это я уже частично занес. Все, ребят. Все. Перетащил. Сам. Оказалось, самому тоже это возможно. В принципе. Вот. Парень мне, конечно, помог до лифта донести. А дальше все. Все сам. Вот. И получилось, что комод мы поставили вон туда в угол. Здесь Тейна кровать. Я ее попозже соберу. Ну, завтра, наверное, сегодня мы не здесь ночуем. Ну, и все. И чемоданы, всякая качелька. И вот это все. В общем, по углам раскидаем. Тут, в принципе, места для хранения довольно много. Поэтому я не думаю, что у нас будет завал. Ну, в общем-то, и вот. Сейчас подразберем. Завтра с утра придется девушка, женщина, которая наведет нам чистоту здесь. Ну, и все. И днем сдаем ключи. Заезжаем сюда жить. Так, ребят. Ну, что? У нас утро. Мы вывезли из нашей квартиры в новую квартиру последние остатки вещей. И в 10 утра к нам приехала девушка, которая наведет нам чистоту и порядок в новой квартире. И чтобы у нее это прекрасно получилось, мы пошли в магазин купить всяких необходимых средств, тряпочек и так далее. Оказалось, что у нас рядом есть такой шикарный магазин. В нем есть вообще все. Бери ребенка, пожалуйста, Саш. Возьму. Вот так вот, спешка, торопимся. Все, где много дел запланировано. А магазин реально классный. У меня вообще все есть. Даже посуда. Теона Александровна, как всегда, с нами тут отдыхает в колясочке, но присутствует во всех наших делах. Вот, полноправный член семьи. Вот так дошулять через переводчик, смотрят, что написано на бутылках. Потому что уровня испанского пока не хватает у нас. А это вообще 100% удобный вариант. Это у Даши дождевик такой шикарный. Мы привезли их из России. Здесь таких не найти. Ну, конечно, какие-то другие есть, но не такие прикольные, чтобы без паники было написано. Ну, а еще сегодня мы сделали большое дело. Мы подали Даши на документы на гражданство. Ей пришло приглашение в суд, чтобы она принесла оригиналы. И так как мы ездили на той неделе в четверг, а это оказался первый день из шести выходных поставленных, Ко нам пришлось ждать шесть дней, чтобы поехать и везти. И мы сегодня съездили, отдали оригинал и, в общем, запустили процесс по получению Дашиного гражданства. И я такое приглашение все еще жду. У Даши чуть быстрее получилось в этот момент. Дальше у нас по плану поехать отдать ключи от квартиры, прикупить всяких сюрпризиков для родителей. И ехать осваиваться в новую квартиру. Ну вот и все. Через пять минут пройдут за ключами. У нас последние сборы оставшихся вещей в квартире. Вот такая вот у нас была шикарная квартира. Кто не помнит, это от входа. Диванчик. Телек. Любимейший балкон. С прекраснейшим видом. Вот здесь кухня прослеживается. Вот здесь кухня. Тут туалет с ванной. А здесь спальня с панорамными окнами. Вот. И большой шкаф. И мое рабочее место здесь было. В общем, квартира на самом деле была очень уютная. И в летний сезон она была просто прекрасна. Вот. Я считаю, это было хорошее время. Но теперь у нас новый этап в жизни. Не менее интересный. И примем это с достоинством. Да не, на самом деле еще и с большой радостью. Вот. Хотя мы, конечно, прикипели к этой квартире. Немножко прикипели. Она стала для нас такой родной. Вот. Но ничего страшного. Ну, в общем, все. Отдаем ключи. Поехали в новую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok